Я Макс. Всё очень просто. Еда light. В одном блюде не больше 500 килокалорий. То, что нужно для активной жизни. Еда, которая делает нашу жизнь лёгкой. О пользе кефира даже говорить не стоит. О пользе кефира и так все знают. Есть кефирная диета. Кефир включён даже в список самых полезных продуктов в мире. Да, есть такой список. И из этого кефира я сейчас приготовлю суп. У меня есть свёкла, у меня есть кефир, есть горчица. Это будет основой для бульона. Это такой некий холодный борщ даже можно сказать, но с кефиром. Так, ну что, не будем говорить, а будем готовить. Для начала я сделаю самое главное. Я подготовлю все ингредиенты. Возьму сразу стакан блендера. Я надену перчатки, потому что я буду работать со свёклой, чтобы мои руки не покрасились. Вот она, отварная свёкла. Я отварил её заранее до полной готовности. Она может храниться в таком виде замечательно. Я просто её очищу от кожуры. И помещу её сразу в стакан блендера. Таким образом очищаю всю свёклу. Почему я сказал, что это холодный борщ? Ну, потому что я готовить его буду в холодном виде, этот суп. Он будет даже со льдом. Можно сделать просто бульон. Можно залить его в бутылку и носить с собой на природу. Взять на работу. В этом супе, в отличие от холодного борща, нет уксуса. Да, я заменил уксус на горчицу и на кефир. Кефир даст ту самую кислинку, которая нам даёт уксус в холодном борще. Я просто вот так вот буду сейчас нарезать свёклу, чтобы не испачкать доску. Вот таким образом, крупными кусочками, прямо в стакан блендера. Вот так вот. Мне на несколько порций понадобится всего две свёклы. Ну, я думаю, что из этого получится примерно три порции бульона. Вот так же я нарезаю свёклу. Прекрасная свежая. Свежий урожай. Старайтесь брать свёклу свежего урожая. Ну, вот и всё. Готово. Я аккуратно сниму перчатки. Я добавлю сюда сразу же кефир. Кефир я взял однопроцентный, поэтому не жирный. И ложку горчицы зернистой. Дальше мне понадобится соль. И, в принципе, всё. Пока оставлю. Пока оставлю, займусь льдом. Нужно помочь немножко блендеру. Я помогу этому чудному созданию робототехники. Возьму обычное полотенце, вафельное. Помещу в него небольшое количество льда. Вот так вот. Заверну. И просто отобью его чем-нибудь тяжёлым. Или просто вот молоточком для отбивания мяса. Мне нужно получить просто более мелкую крошку льда. Такой крэш-лёд, как его называют. Ну, вот и всё. Такой приём барменский на самом деле. Если заканчивается у них крэш-лёд, они прибегают вот к этому методу. Вот у меня получился замечательный колотый лёд. Его я помещу в стакан блендера. Можно приготовить этот суп без льда, но тогда придётся добавить просто воды. Да, мы тут делаем два действия сразу. Убиваем двух зайцев одновременно. Мы добавляем жидкость в суп, да, и охлаждаем его одновременно. Вкусно. Красиво. Блендер легко. Ну, вот смотрите, вот такой вот розовый суп получается. Такой для девчонок, можно сказать. Вот так вот я просто возьму погружной блендер и взобью этот суп. вот так взбилось. Я добавлю остатки кефира. Замечательно. посмотрите, какой прекрасный, приятный цвет получается у супа. Основа для супа готова. Перемешаю и перелью уже в ёмкость для подачи. таким образом. Все, отложу пока его в сторону и займусь другими ингредиентами. У меня есть куриное яйцо. его нужно отварить. Поставлю кастрюлю, наберу туда воды, поставлю сковороду для того, чтобы немножко обжарить филе говядины. Ну что, воду я залил, положу яйцо и воду посолю, чтобы яйцо не лопнуло, когда будет вариться. Ну вот, замечательно. Сбрызну сковороду небольшим количеством оливкового масла и подготовлю говядину. Мне понадобится немного говядины для одной порции. Я возьму буквально 50-60 граммов и нарежу соломкой. Так будет быстрее. Надо быстрее обжариться. Ну и говядину нужно жарить на раскаленной сковороде, поэтому я подожду, пока она разогреется. Легкая еда никакого вреда. Дальше я подготовлю еще одну интересную штуку для этого супа. Он такой многокомпонентный. Я сделаю чипсы из лаваша. Я вот так вот перемещу пока. Перемещу говядину, помою нож. Так, переверну доску и возьму лаваш. Это обычный армянский лаваш, в нем нет дрожжей, поэтому он очень полезен. Это самый древний вид хлеба. Я просто разрежу его вот так вот, чтобы мне было удобнее работать. Он очень большой. Мне понадобится немного лаваша на порцию. В принципе, можно эти чипсы заготовить и потом их очень вкусно есть с другими блюдами. Так вот, на полоски я нарежу лаваш. Половины мне будет вполне достаточно. И эти полоски я разделю на треугольники. Таким образом я разрежу весь лаваш. Лаваш я не просто так буду поджаривать, да, я буду именно поджаривать. Я его сделаю вкуснее, в принципе, потому что лаваш это пресная лепешка. В ней мало чего интересного. Я смажу его кунжутным маслом. Вот у меня тут есть небольшое количество. И посыплю кунжутом. Он в духовке запечется и будет очень хороший такой ореховый аромат. Подготовлю противень. Вот так вот возьму кусочек пергамента, растелю. Разложу чипсы. Ну, это пока еще не чипсы. Разложу треугольники лаваша. Вот так вот, может быть, они хаотично. Кунжутное масло. Кисточкой равномерно нанесу небольшое количество сверху. Все-таки это масло. Это лишние калории. Ну, немножко можно, потому что будет очень вкусно. Да, и большое количество масла мы, в принципе, в этом супе не будем использовать. Что, мы только сбрызнули чипсы, да и немного возьмем оливку на то, чтобы обжарить говядину. Все. Плюс кунжут просто не прилипнет к лавашу без этого масла. Ну, вот так вот я посыплю, чтобы на каждый чипсик попало понемногу кунжута. все. И отправлю в духовку. Я не буду ее заранее разогревать, я включу ее сразу, чтобы они не сгорели. Лаваш очень быстро готовится. Я выставлю температуру примерно 180 градусов. Я поставлю туда противень с нашими чипсами будущими. И подожду, пока они приготовятся. все. И теперь главное не проморгать. Эти чипсы, они очень просто могут подгореть. И все. Так, ну что, разогрелась сковорода. Можно отправлять на нее говядину. Мясо нужно обжарить очень быстро, поэтому я сразу приправлю черным перцем и солью. мы есть то, что мы едим. Так, ну вот, осталось только нарезать редис, в принципе, чем я и займусь. Его я нарежу вот такими вот кольцами. мне будет достаточно пара редисок. Так, проверю, как там яйцо. Я думаю, что оно уже сварилось. да. Я положу его в лед и залью водой, чтобы оно остывало. Туда же, кстати, я помещу редиску. Она станет более твердая и более хрустящая. То, что надо. Так, чипсы. Чипсы шкварчат, это хорошо. Говядина. Тоже почти готова. Я нарублю зелень. Я возьму укроп, зеленый лук, небольшое количество петрушки. Достаточно. Верхние зеленые части я оставлю для украшения. Нижние нарублю. Петрушку тоже. Вот есть у меня красивая, все красивые листочки я оставлю. А крупные листочки я порублю. То же самое с укропом. Красивые соцветия я выберу и оставлю. Три штучки. Вот такие вот красивые пушистые соцветия я оставлю. Остальное нарублю. Вот этой нарубленной зеленью я посыплю суп здесь в приманке. Говядина поджарилась. все. Я ее пока перемещу прямо на доску. Пускай остывает. Прямо на зелень. Ну и в принципе все. Осталось почистить яйцо. А чипсы уже готовы. Вот так вот у нас завершается процесс приготовления супа. Чувствую аромат кунжута пошел. Вот они прекрасно поджарились. Очень хрустящие. Все, я чищу яйцо. Возьму мисочку. Вот так вот я сниму с него скорлупу. Очень нежное яйцо. Главное его не переварить. Если переварите, то будет невкусно и не ароматно, потому что начнет выделяться сероводород. Ну и плюс будет очень некрасивый серый желток, но мы же его удаляем в принципе, да, без разницы. Так вот я аккуратненько разрезаю яйцо. очень нежное яйцо. Я удалю из него желток. Он нам не нужен. Оставлю только белок. Таким образом убираем желток, оставляем только белочек. Все, можно начинать сервировать наконец-таки суп. Еда лайт. И теперь как конструктор начну собирать этот суп. Вот так вот я хаотично порежу яйцо, белок, возьму говядину, вот так в зелени ее припорошу и начну раскладывать говядину, яйцо, дальше замечательный редис, он стал хрустящим, плотным. Так вот его распределю по тарелке. И оставшаяся зелень, соцветия укропа, петрушки и зеленый лук. Так вот крестиком его положу, красиво. У меня остался лимон, я натру я натру цедры прямо в тарелку, так вот он даст аромат очень хороший этому блюду, просто как говорится секрет шеф-повара. Вот натерли и я этот бульон перелью таким образом, такой кремообразный суп получился. крем-суп украшу чипсами из лаваша с кунжутом. Вот так вот немного свежей зелени сверху. Ну что, вот такой вот легкий крем-суп кефирный получился. это еще один интересный способ применить самый полезный в мире продукт кефир. Легкое блюдо. Летнее, веселое, красивое. Легко ешь, легко живешь. Потороп preмогусь, не Продолжение следует... Продолжение следует...